Кстати, возвращаясь к мобилизации, так называемой второй волне, хотя мы понимаем, что первая плавно перетекающая во вторую, границы понемногу закрывают, и мы с вами тоже об этом говорили. Так-то очень мягко. Границы закрыты. Закрыты границы. Ну, фактически, да. А для кого не открыты? Для женщин и детей? И то только в направлении Турции и Эмиратов? А куда еще лететь-то? На Мали? Извините. Дороговато будет для страны, которая сейчас затянула пояса до позвоночника. Дороговато будет? Нет, границы фактически закрыты. Давайте признаем это честно. Вот вчера там сообщение пришло Азербайджан, поставил новый пункт, чтобы усложнить всякие переходы границ и так далее. Ну, они там, правда, свои решают вопросы территориальные за счет Армении, как бы, так сказать, или не знаю, за чей счет они решают. Но, тем не менее, границы закрыты по факту. Они закрыты и с одной стороны, и с другой. С одной стороны, их закрыл Путин, потому что никто не может без правки военкомат себе не покинуть Родину. С другой стороны, их закрыл Запад, потому что все не хотят никого пускать и видеть. Поэтому сейчас у Путина мобилизационный ресурс, к сожалению, благодаря в том числе и этой мере, на мой взгляд, избыточный, ошибочный, он вырос. У него появился мобилизационный ресурс, который никуда не денется. Откуда будут в большинстве своим призывать? То есть опять не тронут центральный рейтинг? Нет, уже трогают. Уже трогают. Уже повестки пошли и по Санкт-Петербургу, и по Москве, и по Москве, и по крупным другим городам, Новосибирску и так далее. Идут везде. Уже пошли везде. Пока, может быть, еще нет жесткости какой-то такой, когда там руки-ноги, так сказать, крутят руки, связывают ноги и отправляют в таком виде на призывную пункт. Но это впереди. Мы это все еще увидим. Кстати, вот мы с вами тоже в одном из наших интервью говорили вот по этому поводу, что сейчас будут боги, это военкомы. Да, 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 да. Почему здесь боги? Какие боги? Они будут новые миллионеры. За все бабки платят. За то, что тебя там отодвинут, это поменять твою военную учетную предприятию, это специальность. Ну, какое же, так сказать, как же ты можешь защититься от призыва, если там какой-нибудь стрелок радист там? Нет. А вот если напишут там какой-нибудь обозный шаг, который, так сказать, там ездит доходяга, ты, может, еще и не попадешь на фронт. Плати бабки. Меняет военную учетную специальность, меняет порядок призыва, меняются там медицинские справки, торгуют ими, прочее, прочее. Там огромная коррупция, которая сейчас по всей России расползается, как ржа. Я же рассказывал, не знаю, в вашем эфире, там еще нет, что мне звонят ребят из России. Говорят, ты знаешь, какая у нас сейчас самая защищенная от призыва категория? Говорят, какая? Бывшие зэки. Я говорю, да ладно, там же собирают их прибожно там по всей России. Сейчас вот, блин, советы имеем. Во всей России говорят, да нет, нет, они же не подлежат по-новому, по действующему законодательству, все еще действующему. Вот эти вот с терзкими статьями, они не подлежат призыву. Говорят, ты знаешь, что сейчас происходит? Я говорю, человек, где же мне бабки стоят вот эти справки, которые о том, что они отсидели, люди отсидели по каким-то статьям. И сейчас, говорит, за эти справки там целый очередь, там, говорит, целый бизнес. Кому война, кому мать родная. В инкомах сейчас там сидят, по крайней мере, не буду всех говорить, что там, но сидят миллиардеры, рублевые и долгые миллионеры. Какая определенная такса? Я не знаю, я не знаю, я не спрашиваю. Но я знаю людей, которые откупились, но они не говорят за сколько. Я вот знаю персонально многих людей, которые откупились. Ну, честно говоря, они говорят, да ну. Но они не называются. Но я думаю, что это многие тысячи долларов. Многие тысячи долларов. Предполагаю, что там начинается все от трех тысяч долларов. В серьезном там, я не знаю, если там кому-то. Может, там доходить до двадцати, до тридцати, до десяти. Ну, десять точно. А трех до десяти там даже не ходи гадалки. Это минимальный, наверное, платплата за какие-то там. Причем три – это липовые справки. А если там серьезные справки, которые подтверждаются в учетах, там, там, там. И если насчет друг друга, говорят. Я думаю, что там десятки тысяч. Десятки тысяч. Мое предположение. А жизнь дорожная. Жизнь-то дорожная. Это понятно, да. Я просто все время, когда мы с вами об этом говорили, я все время не могу понять. То есть люди готовы жить вот так, чем… Ну, давайте по-честному. Даже если они не готовы, а что они могут сейчас сделать? Я все время привожу цифру. Вот я могу прямо на пальцах сейчас рассказать. Вот откуда берутся вот эти миллионы двести. Хотя миллион двести – это минимальная цифра армии, армии, которая против народа удерживает его от любых проявлений и несогласий. Миллион двести. Восемьсот тысяч МВД. Триста пятьдесят тысяч Росгвардии. Засчитайте, тысячи сто пятьдесят. Восемьсот миллион двести. Это восемьдесят тысяч прокуратур. Это сорок две тысячи Следственный комитет. Сколько у нас там получается? Кто там еще? Я не беру СИИН. Я не беру там другие структуры. В судах сколько судей там работает? Двести тысяч общей численности и судебной системы. Но из них судей, наверное, тысяч тридцать, не меньше. Поэтому где-то миллион двухсот тысяч армия с полномочиями, с оружием, с техникой. Это без ФСИН. А с ФСИН получается полтора миллиона. Даже больше, чем полтора миллиона. Эта армия направлена на удержание народа в узде. Поэтому любой сейчас выход. Вот я сегодня комментировал коллективное письмо в поддержку Владимира Карамурзы, который подписал несколько десятков, много человек, сорок, мне кажется, депутатов различных уровней. Я прокомментировал это как практически правильный герой в этой ситуации. Вот даже такое письмо коллективное в поддержку Владимира Карамурзы, которому там 25 лет дали, просто из чувства отмщения. Даже вот такое письмо, оно может вызвать тяжелые последствия. Поэтому, я помню, вспоминаю советские фразы, для довольных у нас есть АБХСС, а для недовольных КГБ. Вот примерно в этом ключе и рассуждает сейчас действующая власть. У нее огромная армия, направленная на защиту режима от народа и подавление любого недовольства, любого наканутия. Все, страна превращена в консервационный лагерь с различными зонами, с различными, так сказать, бараками, с различным режимом. Я просто сейчас вспоминаю, что они творят в Украине, какой киноцид творят. Да, они и в России то же самое творят. Только пока еще в меньших масштабах, но готовится повторить примерно то же самое. А что в России десятки тысяч в тюрьме сидят уже по политическим мотивам, по антивоенным мотивам. Одних только дел, возбуждено 6 тысяч. Уже 500 с лишним человек ослуждены за всякие фейки, и уклонения от призыва 500 человек. Ну, понятно, что так начало. Страна стоит на пороге, и она боится, цифру это произносить миллионных репрессий. Так что они творят то же самое, что и в России, а что он избивает, мучает, пытает, там, самоварваровательскими образами. Людей до смерти дровой, до самоубийства дровой. То же самое. Режим-то один, лицо-то у него одно. Просто оно в разные стороны развернуто. Ущерб России будет больше, чем ущерб Украине. Я не имею в виду по людям. Да, может, даже и по людям больше. А я имею в виду по последствиям, по тяжести, по времени. Уничтожение России Путином идет гораздо большими темпами, чем попытку уничтожить Украину. Субтитры создавал DimaTorzok